Ну что ж, масленичная неделя началась, но завершается-то она просто глобальным, невероятно прекрасным мероприятием, и наш Краснодарский край в этом плане отделяется от всех, выделяется, вернее, на общем. В фоне в селе Сухобузимское 18 февраля состоятся те самые масштабные гуляния со взятием снежного городка, с ожением чучела и всем-всем-всем, что, в общем, можно на этот счет придумать, и, безусловно, конечно же, с употреблением вкусных и сытных блинов. Кстати, подробнее поговорить об этом мероприятии, да и вообще обо всем, что нас ждет, нам поможет заместитель министра культуры Ольга Василенко, которая этим утром к нам пришла, да и не с пустыми руками, а с блинчиками. Доброе вам утро! Да, доброе утро, действительно. А вот у нас просто-таки гости сегодня приходят с блинами, но ничего еще пока не отведали, ничего не попробовали, потому что, ну, работа некая такая у нас приятная, в первую очередь. Скажите, обычный рецепт блинов или, может быть, там какая-то хитрость, не знаю, может, мало ли корицу добавляете, что-то вот... Секретики. У каждой хозяйки есть свой секрет, конечно. Ничего не встроите? Сегодня первый день масленичной недели, и по традиции это первый день, когда хозяйки начинали стряпать блины, и по традиции, как вы помните, первый блин всегда отдавался на угощение. Ну, в старину это были соседи, да, знакомые, может быть, люди не с таким большим достатком, с тем, чтобы, попробовав первый блин, они помянули усопших родственников, ну, этих усопших, которые вот есть. Поэтому сегодня все хозяйки должны вооружиться сковородой, лопаточкой, своим рецептом излюбленным, и начинать стряпать блины. А я вот обращал внимание, кстати, как-то раз, ну, так была ситуация, что мне готовили блины, и я обратил внимание, что за окно кладут периодически вот тоже первый блин, вот это то, что получился комочек, и это к птичкам там вот тоже напоминание какое-то такое... Много разных, видимо, традиций, но, тем не менее, да, действительно, первый кусок вот кому-то, не себе чаще всего. Скажите, ну, а, допустим, понятно, что блинчики готовятся, а какую начинку вот вы любите? С какой начинкой? Мы тут, у нас просто небольшой баттл, сладкие или же, наоборот, сытные боли? Что касается меня, я люблю блинчики с творогом. Как вы знаете, еще на братском нам языке украинском творог, он же сыр, поэтому неделя называется еще и сырной, это мои любимые. Но если уходить немножко в историю и Руси, и Сибири, то я допомню, как мне рассказывала бабушка, что в Сибири стряпали, пекли блины и делали их с припеком. Это значит, что на сковороду бросались, например, кусочки грибов, и только после этого наливалось тесто. Блинчик обжаривался, переворачивался, и таким образом он был не фаршированный, как делаем мы сейчас, а вот с таким припеком, то есть с начинкой, и были достаточно сытные. Делали также мясную, творожную. Также добавлялась не только пшеничная мука, но и, например, гречневая. И также блинчики получаются очень вкусные и сытные. Вы вот помимо того, что с собой принесли блины, но еще и, разумеется, красиво на реке, на эфир, все. Ну и вот я вижу на ваших плечах платок. Также людям надо будет готовиться, которые придут на празднование, и что нужно будет с собой взять, и вообще, в принципе, чего нужно будет от этого празднества ожидать? С собой нужно будет взять отличное настроение. Поехать можно будет либо на собственном автомобиле, либо на междугородных рейсовых автобусах, которые отправляются от междугородного автовокзала города Красноярска с интервалом в один час. Либо есть организованные экскурсии. Две компании туристические делают организованные туры в сопровождении экскурсовода, посещение музея краеведческого, а также посещение, собственно говоря, самого мероприятия со взятием снежного городка. Информацию можно будет посмотреть на сайте Министерства культуры и визитсиберия.инфо. Ну и, конечно же, надо сказать о начале мероприятия. Это 18 число, воскресенье, завершение масленичной недели. С 11 часов на центральной площади села Сухобузимское развернется ярмарочная площадка с традиционными русскими сибирскими забавами. И, конечно же, у нас есть своя изюминка. Это главное, конечно, театрализованное взятие снежного городка. Сам праздник необычный. Мы знаем, что практически во всех городах, селах, небольших поселениях нашей страны эти мероприятия проходят одновременно. Но у нас все равно он остается самым необычным, потому что проводится оно на родине великого русского художника Василия Ивановича Сурикова, где он провел свои детские годы. И как раз это реконструкция его полотна, которая находится сегодня в Русском музее. Но это уникальнейшая возможность приехать, увидеть и даже принять участие, прикоснуться к истории. Будет также организована арт-галерея необычная. Это постеры картин Василия Ивановича в мороженое, в лед, в снег. Я считаю, что это тоже одна из главных изюминок. Ну и, конечно же, традиционное гуляние, развлечение. Это и тройки, и катание на хасках, и снежный тир, и самая, опять-таки, изюминка. Все, что связано с гастрономической составляющей, это и блинные ряды. Можно будет, конечно же, попробовать продегустировать блины по различным рецептам, представленные разными хозяйствами сельскими и предприятиями общепита. И из разного теста, получается, и гречишные. Конечно, и сухобузенского района, и города Красноярска, и прилегающих территорий. Это и пельменные ряды, и ряды с сибирскими традиционными напитками безалкогольными. Поэтому ждем всех любителей гастрономической составляющей. Брать с собой детей, конечно же, обязательно, потому что организован целый детский городок, детский снежный городок, развлекательные аттракционы, интерактивные площадки, две концертные площадки у нас будут действовать, как всегда, две сцены. Те, кто по каким-то причинам вдруг не смогут посетить наше мероприятие, есть возможность прекрасно увидеть онлайн-трансляцию на двух каналах, на порталах. Это культура24 и онлайн-сцена.ком. Кто, может быть, боится замерзнуть, но хотя, я думаю, так будет горячо и жарко. Вы говорили, что погода как раз-таки в это время будет достаточно теплая. Скажите, ну вот сколько раз уже вы бывали на этом мероприятии, с каждым годом увеличивается ли количество зрителей? То есть действительно притягивает ли это место народ? Для меня это мероприятие, наверное, уже одиннадцатое. Но мероприятие на самом деле гораздо больше лет, потому что идея возрождения этого праздника, она была принадлежит жителям Сухобузенского района, неравнодушным жителям, за что им огромное спасибо. А вот при краевой поддержке, наверное, уже все-таки одиннадцатый год. И действительно, вы правильно заметили, количество посетителей с каждым годом увеличивается. Сейчас это порядка 12-15 тысяч человек ежегодно. И мероприятие вызывает интерес не только у жителей района и соседних территорий, но, естественно, у красноярцев. И приезжают с юга Красноярского края и соседние сибирские регионы. А вот скажите, я просто не присутствовал пока еще на этом мероприятии упущения. Зря, зря. Все время у меня попадает спектакль постоянно на этот день. Скажите, а театрализованное представление, оно в чем заключается? Разыгрывается какая-то в начале преамбула в этом смысле? Конечно. Неотъемлемыми нашими партнерами мероприятие является и Несейское войсковое казачье общество. Без казаков мы никуда. Люди, которые стоят. Обязательно локации, которые организованы казаками, с казачатами. Это и казачьи игры забавы, и бои на подушках, и кулачные бои, и ручеек, и многие другие площадки. И, конечно же, это само взятие городка, это когда одна команда обороняет городок, защищает его, старается, чтобы команда в противниках тех, кто берет, не прорвалась. А вторая команда в костюмах, с конями, с шашками, она его пытается взять. Все это сопровождается, вернее, начинается церемония с того шествия, казачьего, на конях, когда атаман, перекличку, с песнями, с ритуалами, с особыми. Но детально рассказывать не буду, это просто нужно приехать и увидеть. Просто предлагаю пригласить в завершение беседы. Сама площадка очень удобная, для зрителей есть парапеты, и такой природный ландшафт, он позволяет любому и каждому увидеть то, что происходит в низине, на ледовом зеркале реки Бузим. Такая природная сцена, природный амфитеатр. И поэтому берем своих детей, друзей, членов семьи, родственников, всем об этом рассказываем. И 18-го числа ждем всех в Северсово-Бузимское на Масленице. Ну все, я думаю, что действительно этот день у жителей всего Красноярского края 100% спланировала. Ну а все подробности нам рассказала Ольга Василенко, заместитель министра культуры. Спасибо вам большое.